Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня я покажу вам, где с большой вероятностью вы найдете бластер чужих, пороховое ружье и пороховой пистолет, пулемет 50 калибра а-ля Браунинг и пистолет-пулемет калибра 10 мм. Таймкоды естественно есть в описании. Рано или поздно среди изобилия лута хочется найти либо что-то новое, либо что-то помощнее. И вчера у меня такой момент настал. Местоположение каждого оружия было найдено игроками еще в бета-версии, но для тех, кто любитель залезть на ютуб за гайдами, где разъясняют все поподробнее, я решил упростить задачу своим видео. Вам стоит знать, что места, в которых спаунится оружие, не самый надежный их источник, потому что кто-то на сервере мог взять его до вас, или на его месте просто заспаунилось что-то другое. Но эта проблема решается переходом на другой сервер. Собственно, если пожелаете, можете таким образом формить себе занятный огнестрел модификации ради. Первые в списке пороховое ружье и пороховой пистолет. Локация на карте называется Военное кладбище Филипп. Находится оно вот здесь. Рекомендуемый уровень, на котором вы можете его посетить, ну в принципе любой. При заходе на локацию спаунится гулер от таракана, иногда на их место встают болотники, и все они не являются большой проблемой. А вот гулящий неподалеку я агай, хоть и глуповат, но бегает быстро. В общем не тормозим, заходим внутрь единственного в округе дома и оглядываем небогатый интерьер. Собственно, наша цель витрины, открыть которые можно нажав красную кнопку. Дверцы открываются и перед нами содержимое витрин. В них может лежать пороховой карабин или пороховой пистолет, патроны к ним, одежка воинов южан или северян, а также цилиндр, ну или всякие золотые безделушки. Выглядит с ее добро примерно вот так и имеет неплохие характеристики. А если вы еще прокачаете перки на неавтоматические карабины или пистолеты, то из малобронированных целей можно будет выложить дорожку к новым уровням. Следующий на очереди бластер чужих. Честно говоря, придется немного заморочиться, ведь патроны для него однако в дефиците. Для начала нам нужен сам бластер. Вот локация и место, где вы можете его найти. Теперь нам нужны боеприпасы. Они лежат вот в этом бункере. Но чтобы в него проникнуть, нужен ключ. За ключом отправляемся в локацию заброшенной шахтой Лейн. Нам нужен вот этот ангар. Ботинки можно не снимать, проходим прям так, рыскаем по шкафчикам и находим нужный ключ. Остаются пустяки. Направляемся к бункеру и ищем дверь с табличкой «Дверь номер 2». Чтобы найти кладезь инопланетных боеприпасов быстрее, берем за ориентир вот эти бочки и шуруем в направлении, которое я показал на видео. Открываем двери и видим кучу всякого. Тут вам и патроны, правда в небольшом количестве, и костюм защитный, и медицина всякая. В общем, если вы хотите больше боеприпасов, перезайдите на сервер и просто возьмите их еще раз. Честно говоря, не могу предостеречь вас от опасных мобов на пути, потому что сам ни одного не встретил. Может повезло, но лучше всегда быть на готове. Так, пулемет калибра 50. Добыть его очень просто. Есть парочка мест, а точнее грузовиков, в которых пулемет лежит, дрожавеет и ждет вас. Первый такой уже непередвижной тайник с оружием можно найти рядом с винтокрылом, что нашел свою судьбу недалеко от Хемлок Холлс. Будьте осторожны в этих местах, графстанское чудище, матка болотников, сняли гастер или все это вместе, впрочем идти на пролом или обойти эмутировавших носителей конечностей с неплохим уроном в ближнем бою, решать вам. Ориентир, как я и говорил, винтокрыл, рядышком грузовик, в грузовике пулемет. Все просто, пошли дальше. Двигаем к дороге, которая недалеко от лагеря скаутов пионеров. Становимся в направлении, которое показано на видео, и идем до грузовика, в котором нас ждет пулемет. Выглядит он примерно вот так. Его характеристики без перков вы видите на экране. Далее пистолет-пулемет калибра 10 мм. Модификация имеет большое количество, и патроны на него вещь доступная. Оттого это на первый взгляд пукалка, вещь очень занятная. Достать его очень просто, нужно пройти в скрытую локацию под зданием переработки пищи Мама Дольче. Для этого заходим в здание, поднимаемся на второй этаж и берем пропуск карточку. Затем спускаемся и выходим через дыру в стене, от нее направо до люка и по трубе в ту самую скрытую локацию. Внутри вы можете встретить парочку роботов, но они не создадут особых проблем. Спускаемся вниз так, как показано на видео, и находим терминал, запертый на первый левел. Взламываем, открываем дверь и забираем все содержимое комнатки. Выглядит все огнестрел вот так, его характеристики у вас перед глазами, и на этом видео я пожалуй буду заканчивать. Если понравился формат, ставь лайк и пиши в комменты, какие вопросы по фоллауту 76 тебя интересуют. Обязательно отвечу и сниму новое видео. До новых встреч, всем вкусного чая и добра. Субтитры сделал DimaTorzok